Добрый день, парни! Сегодня поговорим с вами о замене масла на автомобиле JAK G5. Масло мы с вами будем менять ходу, фильтр колан. Также мы систему зальем красного пингвина, суперконцентрат, не замерзайка. И добавим кондиционер металла, тоже от ходу, в трансмиссию и в гидросистему. Гидросистема, это вот сюда, усилитель руля. Итак, дорогие господа, мы сливаем масло на пробеге от предыдущей замены масла. Прошли мы на дистанции 5000 километров. Значит, наша задача оценить качество масла, что же масло в себя вобрало. Далее мы снимем старый фильтр колан, разрежем его, посмотрим, какой мусор скопился в этом фильтре. Поменяем маслецо и зальем соответствующие витаминчики, соответствующие системы. Спустились мы с вами приемок. На фильтре масляном установлен неодимовый магнит. Далее мы посмотрим, какой результат получается в этом фильтре. Емкость для слива масла, которая прошла 5000, стоит на месте. Друзья, приступаем к процедуре слива масла. Открываем пробочку. И вот, вот так вот это маслицо у нас сливается. Сейчас выйдем на свет, масляцо сольется, выйдем на свет дневной и посмотрим, насколько оно светлое или может быть черное. Ну и пока масло сливается, хотелось бы в комментариях узнать у вас, промывать двигатель и чем? Пятиминуткой или же промывочным маслом? Или же, как в комплексе, использовать промывку и промывочное масло? Есть же третий вариант. Просто литрушечкой свежего масла промыть протоком масло на слив, чтобы те сгустки отработки, которые сейчас содержатся 10% несливаемого остатка, смылись новым свежим маслом. Той же марки, которую мы заливаем в двигатель. Два слова по поводу защиты коробки скоростей и двигателя. Эта защита была выполнена из листа 2110, УАЗ-2110. Сделано было лекало. По лекалу был, был гаркой вырезан контур защиты и установлен на автомобиль. Толщина и жесткость этой детали всегда обеспечивают защиту нашего двигателя и коробки скоростей. УАЗ-2110. Пока сливается основное масло, в эту баклажку чистую, которую я подготовил, сольем масло, которое соберется после залива в двигатель. Вот этого остатка, тут 250 грамм. Просто плюхнем в двигатель и посмотрим, какая жижа и муляка сливается с двигателя. Это будет отдельная баклажка для сравнения. Итак, вот наше масло, которое слилось. Я повторяю, это 5000 километров. Сейчас мы перельем с кастрюльки ее 5-литровую баклажку и посмотрим на свет. А сейчас мы заливаем этот остаток просто в двигатель и сливаем обратно ее через сливное отверстие. Вот так вот нещадно заливаем свежее масло и сливаем его через сливное отверстие. Масло начинает потихоньку сливаться. Видно, что фрагменты свежего масла уже появились на сливе. Вот это струйка свежего масла. Прозрачность этого масла, которое сливается, мы тоже сейчас с вами визуально определим на более освещенном участке. Итак, масло я слил. Повторяю, масло Хадо СМ-5В-40. 5000 километров. Вот такое вот светленькое в кавычках масло мы получаем на 5000. А светлое оно не может быть, потому что оно работает, собирает грязь, шлам, окисляется. Вот оно уже, так сказать, еще 2000 и предел использования. Но перед зимой лучше поменять, пусть это будет 5000 или 6000, но никак не 10-15. Так, вот этот фрагмент масла, который слился промывкой, хлюпом чистого масла через всю систему. Вот у нас мы видим какие-то все-таки грязные фрагменты. И есть. Это масло я солью. Вот эту вот баклажечку от Хадо СМ-5В-40. Кстати, баклажечка 2018 года. Вот, если кому-то интересно, вот тут есть. Видно, вот пакет присада, который у нас на донышке, на стенке этой бутылки. Видно. Вот такие вот присадочки, тут они осадочек сделали. Еще один момент. Нужно ли фильтр заливать масло? Фильтр масляный. Давайте откроем, что же говорит по поводу этого всего сам производитель. Вот. И производитель у нас говорит. Заправить фильтр маслом, смазать прокладку, завернуть фильтр на три четвертых оборота после касания прокладкой блока цилиндров. Поэтому заливать нужно в фильтр масла обязательно. Смажем прокладку, все как положено. Перед установкой фильтра протрем посадочные места чистой тряпочкой. И протирать будем не просто чистой, а экстремально стерильной тряпочкой. Для того, чтобы никакая соринка не попала в наш двигатель. Устанавливаем наш фильтр. Залитый маслом. На место. Магнит на фильтре. Магнит на сливной пробке двигателя. И магнит на сливной пробке коробки скоростей. Магнит на сливной пробке. Далее переходим к редуктору или коробке скоростей. В нее будем заливать вот такой вот кондиционер металла для трансмиссии. От ходу. Выкручиваем пробочку. Заливную. Встряхиваем препарат. Способ применения. Распылить средство через шланг-насадку. В заливную горловину. КПП или редукторов. Заливаем. Фильтр КАЛАН 500. 29 ноября 2020 года. 18.30. Вскрытие. Вскрытие производилось с помощью болгарки. Теперь рассмотрим детально данный фильтр. Дно чаши, там где с этой стороны находился неодимовый магнит. Грязь, которая собирается перед фильтром. Так. Сам фильтр. Это перепускной клапан. Сам фильтр. Так. Пружинка. И вот. Резинка, которая не дает масло стекать с фильтра. То есть обратный клад. Детально рассмотрим вот эту часть. Грязь присутствует. Но вкраплении металла нет. Просто грязь. Просто грязь. Это окислы. Это нагар. Другая грязь, которая собирается по двигателю. В процессе изгорания топлива, окисления масла. Вот это вот осадки, которые задерживает фильтр. И взвеси, который находится в самом масле. Смотрите. При использовании масел ходу, никаких металлических вкраплений не ощущается. Они бы блестели бы металлическим таким этим. Металла нет. Все прекрасно. Просто фрагменты изношенного масла. Вот. Пять тысяч. Пять. А что будет? Когда это будет? Десять. Когда это будет пятнадцать. Что с маслом будет? С маслом будет пшик. А вот фетровый дополнительный фильтр. Который делает дополнительную защиту нашего масла. Фильтрует фетровый фильтр перед перепускным клапаном. Вот такой клапанец. Так. Что у нас? Вот как основной фильтр выглядит. Мощно. Внутренний цилиндр довольно-таки жестко стоит. Вот. И с толстостенной жести. Сейчас разорвем, посмотрим сотый. Что здесь получилось? Что мы нафильтровали? Фетровый фильтр. Вот. Получается. Выдавливаю с него масло. На тряпочку. Вот смотрите какая вот слизь с него капает. Вот эта вот слизь вся идет через перепускной клапан. Оседает в картере. Потом опять засасывается насосом. Ну это не масло. Это уже не масло. И потом эта вся слизь насосом закачивается в каналы смазки двигателя. Вот посмотрите. Вот это такая пористая, рыхлая концентрация вещества отработанного масла. Это после пяти тысяч. Вот оно. Вот это осадок в картере. В картере все. Оно наслаивается. Потом эти сгустки скапливаются. Под температурным воздействием превращаются в камни. Твердые частицы. Ужас. Капец какой-то. Так. Ну вот. Фетр. 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 Без явных металлических вкраплений. Ничего криминального на нем нет. Но грязь довольно таки задерживает хорошо. Так. Рассмотрим бумажный фильтр. Так. Сам основной фильтр. Значит. Вот это вот обойма. Сама катушка. Лента. И лента. Бумажная. Вот. Давайте посмотрим на фонарь. Значит. Что? Ресурс. Ресурс у фильтра еще есть. Масло которое непосредственно было в фильтре. Вот. Вот. Такое вот. Красивое масло. Пять тысяч. Ребята. Пять. Вот это пять тысяч. А что у вас на десяти тысячах? Вот это пять. Пять тысяч. Пять тысяч. Пишите в комментариях. Ваше мнение. Вере либо проверьте морская куриная двbolка. Восходя брея. В зависимости оттетового р문ки. Вещества.